Добрый вечер с Великим Постом Еще разочек прочитаем отрывок Евангелия о значении креста и о крестоношении в жизни каждого из нас. Это Евангелие от Марка с 8 главы стиха 34 по главу 9, 1 стих. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелебодейным и грешным, Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, Как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. Да, в отвержении себя мы говорили очень подробно в прошлой передаче. Кому интересно, можете посмотреть на сайте tv41.ru, Щелковское телевидение. Коротко, что такое отречься себя? Ну, так как мы всегда ведомы, либо внутренним своим волеизъявлением, Либо внешним волеизъявлением, то, конечно же, очень легко и просто понимается, Что если мы отвергаемся от своего внутреннего водителя волеизъявления, То тогда мы отвергаемся и себя. Кроме того, мы бываем ведомы не только осмысленной воле человеческой, Но мы еще ведомы и нашими желаниями, часто неосмысленными, Нашими привычками, нашими страстями, нашими какими-то добрыми пожеланиями. И вот здесь мы, отвергаясь своих дурных привычек, своих страстей греховных, Своих желаний, в основном тоже неправедных, мы должны отвергнуться себя. Ну, если суммировать, то все, что диктует нам плоть наша, То есть ветхий человек, как это в Священном Писании сказано, Или то, как мы сейчас говорим, это человек мирской, В нашем естестве находящийся, который думает только о человеческом, Только о насущных интересах. Вот если мы его отвергаемся ради души, ради духовного спасения, Вот это как раз и есть, можно сказать, подавление всех влечений, Материальных, временных, плоских, ради того, чтобы войти в духовный мир. Уже здесь. И, конечно же, после кончины. Борьба от отвержения себя тяжела ли? Как опыт человеческий показывает, труднее всего бороться с самим собой, Потому что у нас такой критерий, что как я могу быть врагом самому себе. То есть я же себя люблю, я всегда себе стараюсь угождать. Все мои интересы, все мои желания, все мои увлечения, Они направлены на меня самого. То есть такой эгоизм, он у нас психологически заложен, можно сказать, от рождения. Греховный такой эгоизм. Ну, как, впрочем, и другие грехи, например, чего угодья. Так вот, если мы так думаем, что как я могу против себя бороться, То, конечно же, мы не видим в себе врага для нашей души. А если мы врага не видим, то и бороться мы не можем, Потому что невидимый враг, он всегда будет нас побеждать. Поэтому очень трудно с собой бороться. Особенно, если человек даже не видит, что часто он враг самому себе. Часто бывает так, что в жизни многие знакомые, друзья, товарищи, родственники, близкие Говорят, ну ты же сам себе вредишь, ну ты откажись от этого, Или ты не делай и это, или вот переосмысли, или привычку эту дурную побори. Ну, например, сигареты, да. Человек кашляет, и там у него опасность уже таких хирургических вмешательств, А все равно продолжает курить. Вот. Ну, ты же сам себе враг. То есть мы вот часто так произносим, когда смотрим со стороны на человека, Мы видим, что он сам себе вредит. Но сам этот человек, он говорит, да нет, мне все нормально, Не надо мне от чего отказываться. То есть он продолжает не видеть в себе живущего врага. И это удивительно. То есть мы как бы разделены на две составляющие. Каждый человек разделен на то, что желает нам и душе нашей, Собственно, и телу нашему добра, спасения, духовного возрастания, И то, что внутри нас также желает нам, как это ни странно, зла и различных падений, В том числе и греховных. Вот это всегда очень трудно рассмотреть внутри себя врага своего. Ну, а бывает, человек, например, и замечает, что сам мучается, например, да, Там, создал проблему, он сам понимает, что выбраться не может. Бывают такие случаи. Но часто эти, как бы, они внешнего больше плана эти проблемы. Ну, например, болезнь, да. То есть человек, мало того, он к себе и не относит это заболевание. Оно случилось, но не по моей вине, да. Ну, например, я простудился, или, не знаю, инфекцию подхватил, Или, там, какие-нибудь травмы получил. Или, ну, не знаю, рак появился у человека, который неизвестно, откуда он может появляться. Вот. То есть человек, опять же, к самому себе это не относит. То есть я не виноват в этой болезни, я не виноват в этих обстоятельствах. Это вот окружающие меня ненавидят, завидуют, и поэтому пытаются мне всячески сделать зло. А я-то сам хороший, добрый, замечательный человек. И за что мне такие наказания, такие испытания и нападения, я вообще даже не понимаю. И, опять же, человек отворачивается от внутреннего своего врага. А святые отцы очень хорошо, ясно, четко формулируют этот вопрос, ответ, вернее, на этот вопрос. Если с тобой что-то произошло плохое, вини во всем себя и будешь прав. И здесь надо следовать этому совету святых старцев, которые, прожив жизнь, да и видев множество таких, так сказать, судеб других людей, они это все скомпоновали в одну короткую фразу и передали нам, чтобы мы этим пользовались. Потому что это совет очень мудрых людей, которые уже в Царстве Небесном. Да, и насколько тяжела борьба, можно тоже понять, что человек, например, когда попадает по своей вине уже, обвиняет кого-то вне себя, здесь, получается, например, создал две семьи, например, любовницы. Или, например, человек, когда один от другого попадает в зависимость, и идет, например, разрыв, и человек мучается, и он понимает, что ему это не хочется, а он все равно мучается от этого. Да, часто такие случаи, в том числе и со священнической точки зрения, наблюдаем. Я как священник такие случаи вижу. Вот буквально недавно приезжала женщина, да, действительно, любовник, который живет с другой женщиной, которая тоже не является ему женой. То есть он и ту обманывает, и эту обманывает. И она говорит, я умом понимаю все, я не хочу с ним больше встречаться. То есть он постоянно обманывает. Но вот внутренняя зависимость, да, такая, она блудного характера, она, может быть, и душевного, такого, плотского характера. Я, говорит, не могу, я часто ломаюсь просто и все-таки попадаю опять на те же уловки, на ту же манипуляцию с его стороны и опять возвращаюсь на ту же позицию. Поэтому, конечно же, здесь нужна сила для того, чтобы, во-первых, увидеть ту ошибку, то неправильное действие или неправильный взгляд на ситуацию. И это нужно быть сильным человеком, чтобы взглянуть правде в глаза, скажем так, по отношению себя. Второе, нужна сила для того, чтобы еще, увидев эту правду, изменить ситуацию, изменить самого себя, изменить отношение к жизни, отношение к своим делам, поступкам, привычкам, которые уже много лет, наверное, сложились, уже даже не задумывался человеком, он просто автоматически уже это делает. Ну, например, как сигарету. То есть он, курильщик хочет бросить, но у него сама рука тянется за сигареты, и я, говорит, ловлю себя на том, что уже вот она к рту подносится, сам организм это уже делает. Да, и организм, и, кроме того, например, как говорят, скоротать время. То есть человек не знает даже, чем себя занять, он там покурил, узнает, прошло время, а теперь он даже не на чем занять себя. Ну да, плюс зависимость, конечно, никотиновая зависимость, она тоже незаметна, но человека подчиняет себе, то есть человек попадает в рабство. Ну, как вот это, допустим, женщина попала в рабство фактически к этому мужчине, Альфонсу-манипуляторщику, да, кто-то попал в рабство к сигаретам, а кто-то к алкоголю попал в рабство, кто-то к наркотикам или к еде, к черевогодию своим попал в рабство. И таких рабов своих страстей огромное количество. Если мы вокруг себя посмотрим, мы их увидим, ну, не ходя далеко, в соседях, в близких, родственниках, в друзьях, в товарищах, мы видим... Да и рабство от компьютера от нашего, от новостей. Игромания, рабство, новостные блоки рабства. Человек говорит, ну, я не могу, надо спать ложиться, а мне, ну, еще вот новости посмотреть, ну, еще, ну, еще. И сосиживаюсь до часа, до двух ночи, а потом в итоге утром вставать, не высыпаюсь, опять самого себя ругаю, говорю, зачем же я смотрел, все же ничего нового-то не узнал. И каждый день повторяется то же самое. То есть вот это рабство, которое внутри человека сидит, оно не снаружи, оно внутреннее рабство. И с ним только внутри себя бороть. И, собственно, в этом и есть как раз отказ от себя ветхого, ради того, чтобы стать лучше, стать из ветхого человека, стать духовным человеком. Есть какой-то ключ? А ключ тут только один. Человек не может перебороть это рабство, которое еще имеет еще одну, так сказать, составляющую, это бесовская составляющая, то есть кроме человеческих привычек, человеческих, так сказать, страстей и прихоти, и похоти, еще есть и существо духовного свойства, которое не видно, бесов мы не видим, но они есть. И здесь опять та же самая очень сложная ситуация. Мы не видим врага, а он есть. И он нам постоянно подкладывает, то сигареты подкладывает, то друга с бутылкой подложит, то какую-то любовницу или любовника предложит. То есть он свои мысли вкладывает нам в голову? Он и мысли, он и обстоятельства развернуть может так, то есть воздействие на других людей. Все равно через чьи-то мысли он на нас воздействует. Через мысли, через, ну в том числе, там, ну не знаю, человек хочет ехать на причастие, а у него машина сломалась. Это уже не мысли, это уже действия и так далее. Вот таких вот множество моментов, которые еще и от бесов происходят. И когда мы видим, что здесь, оказывается, два врага уже есть, то есть сам я себе враг, а плюс еще и бес враг мне, то человек не может с ним справиться, с этими двумя врагами, без помощи Божьей. И именно для этого нужно прибегать обязательно к молитве, к причастию, к исповеди, к таинствам церковным, которые таинственным образом нам помогают бороть и себя со своими страстями, и вражескими нападениями внутренними, и бесов. Потому что бесы боятся любой благодати. Как Господь сказал, род сей изгоняется лишь постом и молитвой. Вот это тоже надо понимать. Да, ну и как такой совет нам святые отцы ставили, что будешь память иметь смертную и вовек не согрешишь. Да, это тоже такой один из костыликов, на которые можно опираться. То есть если представить всякого человека хромым, причем на обе ноги хромым, то он без костылей ходить не может, то есть он сразу упал, он встал – упал, встал – упал. А костыли – вот такие мысли, мысли памятования о смерти, заповеди Божии, евангельские повествования, поучение святых отцов, поучение церкви. То есть это все наши, укрепляющие нас и поддерживающие нас в стоячем положении, то есть мы уже не упали, а стоим и держимся за них, как за костыли. Конечно же, мысли о смерти, они очень сильно протрезвляют человека и дают такую возможность увидеть себя как бы со стороны и посмотреть с объективной точки зрения на самого себя. А если у меня впереди смерть, то а как я выглядеть-то буду? Предангелами, пред Богом, на мытарствах, на страшном суде. Ведь это же все, говорят, что это все будет. И если допустить даже малейшую возможность этого, ну, я говорю о неверующих, да? Верующие-то понимают, что это даже не 100%, а 1000%, что все это произойдет. Но для неверующих, даже если это 0,01%, что это будет, это уже страх. И этот страх как раз помогает человеку избежать многих грехов, ошибок и неправильных поступков. Ну, наверное, тоже, когда человеку тяжело, когда там еще, может быть, через тысячу лет будет такое второе пришество, еще что-то такое. Но если подумать, что, например, когда тебе тяжело, и что, например, в эту ночь, да, Господь заберет свою душу, и немножко станет легче, что можно с грехом-то бороться вот сейчас. Ну, ни один из людей, я думаю, и так не думает, что вот в эту ночь я умру. Все говорят, ну, не надо думать о плохом, давайте думать о хорошем. Нет, я даже смотрю в тот случай, когда, например, человек мучается от своей зависимости даже, например, да, и он не знает, если он подумает, что если он ночью помрет, что все закончится, надо сохранить себя, вот хотя бы до ночи. Это один вариант размышления. А есть другой вариант. Если я сегодня ночью умрю, так надо во все тяжкие пуститься, что же, время-то терять. Это размышление неверующего человека. То есть он говорит, да, ну вот, ну, если сегодня умирать, значит, надо напиться, наесться, там, так сказать, нагуляться. Да, но Господь сказал, что в чем застану, в том и сужу. В том и сужу, да. Да, это тоже одно из таких повествований евангельских. Поэтому я говорю, что если человек опирается на Евангелие, на поучение Церкви, на заповеди Божьей, то у него всегда возникают нужные мысли, которые дают ему возможность бороться с противоположными мыслями. Потому что мы вот здесь сейчас в этом примере продемонстрировали, что от одного и того же, так сказать, обстоятельства жизненного можно совершенно в две разных страны пойти. Одна страна – это действительно человек возьмется за ум и возьмется, так сказать, за какие-то добродетельные дела. А другое решение из этой же мысли, что я вот скоро умру, все, значит, надо гулять, и вот гуляй рванино, и, так сказать, все море по колено. То есть здесь только верующий человек может правильно оценивать ситуацию и правильно себя вести. – Господь говорит, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня Евангелия, тот сбережет ее». Вот что такое погубление души? – Ну вот как, да, потерять душу и спасти душу. То есть мы, значит, все-таки имеем возможность. То есть из этой фразы мы видим, что Господь нам говорит, что мы можем спасти душу, а можем ее и потерять. То есть не только, значит, воля Божия в этом участвует, но и наша собственная воля, оказывается, участвует в спасении или в погублении своей души. Но в чем здесь основной смысл? Как мы можем спасти душу или погубить душу? Надо на этот вопрос ответить прежде всего. Конечно же, речь идет о вечной жизни, о спасении души от ада, от страшного суда и, так сказать, уже обвинении в вечности на духовную смерть, на адские муки. Вот от этого мы можем спасти свою душу с помощью Божией, безусловно, конечно, только с ней. Но для этого нужен еще наш выбор. И мы можем в этом мире, опять же, вести себя, ну, как некоторые говорят, толерантно ко всем. Я не навязываюсь, я ничего никому не должен и никому ничего говорить не буду. И, собственно, зачем чего-то проповедовать? Это одна позиция. Но здесь мы видим, что Господь говорит, что ради Евангелия и ради Господа нужно быть нетолерантным, нужно быть сподвижником с Господом. Ведь сам Господь пошел на смерть ради нашего спасения, на крестную смерть, на мученическую смерть. И Он говорит, если вы меня любите, то вы последуйте за мной, то, конечно же, не на такое мученичество. Но в любом случае мы не должны умалчивать, что мы верующие. Мы не должны стесняться тем более того, что мы православные. Мы это должны естественным образом показывать в своей жизни. И таким образом мы спасаем свою душу. Потому что любое внутреннее устроение, оно обязательно должно проявляться в поступках, в делах внешних. И здесь как раз Господь и говорит, что если мы проявляем свою любовь в делах, любовь к Нему, то мы спасаем свою душу. И наоборот, если мы не проявляем любви к Богу в делах, в поступках, то мы губим свою душу. А проявлять любовь – это значит заповеди исполнять? И не только заповеди. Потому что те заповеди, 10 заповедей, которые мы знаем, они даны Моисеем Пророком в Ветхом Завете. Но есть же заповеди блаженств, есть же и различные поучения евангельские, которые дополняют те 10 заповедей. И именно для этого нужно изучать Евангелие, не для того, чтобы галочку поставить и сказать, что все, я его прочитал, и отложить его в сторонку. А для того, чтобы весь этот текст, все эти поучения постараться воплотить в своей жизни. То есть мы должны привить себе такой образ мыслей, как в Евангелии Господь говорит, такой взгляд на мир, как Господь в повествованиях евангельских нам показывает. Мы должны в поступках своих показывать также те же самые реакции, те же самые движения, те же самые действия, что и в Евангелии мы читаем, как и апостолы, как и Господь вели себя, как и Пресвятая Богородица. То есть мы должны стать похожими на них через течение Евангелия и привитие этой, так сказать, мудрости евангельской себе в своей жизни. Это необходимо. Ну вот слова, да, кто потеряет душу. Ну как кто-то потеряет душу ради меня? Нам говорят, что душа – это самое ценное, что у нас есть. Здесь немножко контекст другой, да? То есть душа здесь о чем-то другом, о жизни, говорится, такой земной. Ну, если говорить о душе человеческой, то есть плотской душе, то тут Господь говорит, конечно, тот, кто умрет, ну, если так сказать, перефразировать, тот, кто умрет за меня и Евангелие, тот спасет душу. Тот же, кто сохранит себя и не умрет ради меня и Евангелия, тот погубит свою душу. И в этом плане мы видим множество таких ситуаций, которые в жизни происходят постоянно. То есть часто человек совершает предательство ради своей выгоды, мелкой земной выгоды. Ну, зачем мне что-то там говорить, хотя я и знаю правду, ну, мало ли там что, потом мне от начальника будет высказано, или еще и там кто-то мне накажет за то, что я правду сказал. Не, я лучше промолчу. Вот это сохранить свою душу, сохранить свое спокойствие, да, мирское, но через это кто-то пострадает. И наоборот, если человек скажет правду, хотя ему будут угрожать даже, что если не говори правду, а то мы тебя, так сказать, отомстим. А человек все равно скажет правду, и такой правдой спасет кого-то из людей, то это, конечно же, он свою душу спасет пред Господом. То есть множество грехов ему покроется вот таким поведением. И уж тем более, если эта речь идет даже не о человеке каком-то близком нам, а если эта речь идет о Господе, о проповеди евангельской, о церкви христианской, православной. То, конечно же, мы огромное количество мучеников видим, когда их просто убивали за то, что они говорили, я христианин православный. Вот его убивали. Ну, умрет, про мученицы понятно. То есть умрет, это даже, можно сказать, в переносном даже значении. То есть за слова Евангелия и за Господа просто надо вот стоять до конца. Понятно, мученическое. Нет, ну мы не рассматриваем, что сейчас надо вот мученически погибнуть, только таким образом мы спасемся. Хотя вот на Украине сейчас так и происходит. Есть, да, моменты, которые ярко показывают именно такой образ действий. Но в том числе и священники многие страдают за проповедь евангельскую на Украине. И, конечно же, от нас сейчас не требуется мученичество, но просто сказать правду, сказать, что я верующий, сказать, что вы не правы, когда кто-то там сатанизм проповедует, кто-то там какие-то ереси или секты пытается насадить в этой жизни, в нашей российской жизни. Таким образом пытается убить множество, духовно убить множество людей. Мы знаем множество таких сект, там, и яговистов, и там, саентологов и прочих, которые просто пользовались людьми и обманывали их. И здесь те, кто говорили правду, иногда они страдали от них, то есть им иногда даже доставалось, так сказать, от них месть какая-то была. Но через это они спасали души людей, которые не попали в эти секты, то есть которым они сказали. Но это, наверное, не только и про внешнее исполнение. Здесь как раз Господь говорит, да, кто постыдится меня моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным. Но здесь, наверное, и о внутренней борьбе, борьба перед Господом, которую никто не видит, кроме Господа. То есть ты душу, именно за исполнение заповедей, как раз вот те случаи, о которых мы с вами говорим, да, когда человек не может выйти из ситуации сложной, да, там, вот про ту же женщину мы говорили, да, что там. Вот, и как раз, наверное, вот эта борьба, когда вот и душу свою кладет, что отрекается от греха. Ну, есть как бы два вида стыда. Вот если говорить о словах, что кто постыдится меня, Господь говорит. Есть два вида стыда. Один стыд – это стыд греховный, то есть когда человек стыдится жить как-то иначе, не как все. Например, он так говорит, а как же я буду белой вороной, что ли? То есть это стыд. Нет, я буду как все. Вот все гуляют, я буду гулять, все пьют, я буду пить, никто не соблюдает поста, и я не буду соблюдать поста. В церковь особо никто не ходит, и я не буду ходить. То есть это стыд греховный, а есть стыд, хороший, добродетельный стыд, когда человек стыдится грешить. То есть, ну как я согрешу, меня же Господь-то видит в каждую секунду моей жизни, и как я перед его лицом буду выглядеть в этот момент, когда я буду согрешать. Это правильный стыд. Вот здесь Господь говорит, кто-то, кто постыдится меня и Евангелия, тот погибнет. Почему? Потому что сам Господь постыдится такого человека пред Отцом Небесным исповедовать. То есть, если мы, ну, один из примеров самых простейших. Человек идет мимо церкви и не крестится. Но мы знаем, что надо перекреститься на Храм Божий, в автобусе едем или, не знаю, пешком идем. Но многие стыдятся этого делать. Многие в общественных местах, где кушают, обычно крестим свою пищу. Они стыдятся креститься. Это стыд, и этот стыд Бога неугодный стыд. Чего стыдиться-то? Мы же не грехи делаем в этот момент, мы, наоборот, проповедуем таким образом Евангелие. Мы показываем, что мы верующие, что мы православные. А как соотносится такое поведение со словами Господа «закрой свою дверь и помолись в тайне, Господь видит тайны». То есть, с другой стороны, здесь может человек мысль не то, чтобы там, может быть, стыда в какой-то момент, а в том, чтобы не быть фарисеем. Здесь речь идет о том, что мы не должны это делать на показ. Мы должны делать это естественно. На показ, когда мы делаем, мы это делаем для своего тщеславия, для того, чтобы нас похвалили, сказали, какой он верующий, хороший человек. Он, видите, молится, крестится и постится. Поэтому, конечно же, нельзя это делать в качестве саморекламы. Да, вот эти поступки. Но и отказываться от этих поступков из-за стыда пред людьми неверующими тоже не надо. То есть, что ты делаешь наедине? То, что мы молимся наедине, это не обязательно показывает кому-либо. То, что мы каемся наедине, тоже не обязательно кому-то показывать. То, что мы причащаемся, исповедуемся, ходим в храм, это не обязательно всем и все рассказывать. Но то, что мы делаем по необходимости, то есть в виде храм перекреститься, это надо сделать, в этом нет ничего предосудительного и плохого. Чего тут стыдиться-то? Просто даже непонятно, чего тут можно стыдиться. Это хороший, добрый знак, хорошее качество. Но у нас в голове вот это вложено, что нет, это стыдно. А как на меня посмотрят люди? Ну, еще на храм можно перекреститься, люди крестятся. Вот, например, в столовой пришел человек. И перекрестил. Да, вот здесь, конечно, сложновато нам. Тоже, да. И это тоже неправильный стыд, потому что это, во-первых, традиция, которая уже на Руси испокон веков идет, что прежде чем скушать, мы крестим любую пищу, чтобы, как моя бабушка мне еще в детстве говорила, что если не перекрестишь тарелку с супом, то там бес сидит и хвостом в этой тарелке крутит. То есть осквернена пища. То есть таким вот условным обозначением мы видим, что эта пища осквернена. Когда мы ее крестим, мы ее освещаем. И ничего скверного в нас уже не входит. То есть это еще и самозащита в какой-то степени от нечистоты. Поэтому чего тут стыдиться-то? Но мы же руки, когда моем, чтобы от нечистоты телесной очиститься, мы этого не стыдимся? А здесь так же мы от нечистоты, только духовной очищаем свою пищу. Чего тут стыдиться? Ну вот некоторые люди еще крестят, когда садятся на стулья. Тоже нужно, нет? Ну это уже нюансы, которые надо в каждом определенном случае рассмотреть, что там и как. Ну может там кто-то им кнопку подложил, и с того момента они теперь крестят и смотрят, что там на стуле лежит. Может еще какие-то обстоятельства жизни. Это очень индивидуально в каждом случае. И вот так общих рекомендаций я давать не могу. Но вы нам порекомендуете что еще? То есть мы обязаны перед храмом покреститься? Носить нательный крестик мы обязаны. Потому что некоторые не носят нательный крестик из такого же ложного стыда, греховного стыда. А вот как увидят, нательный крестик, что будут говорить. Соблюдать праздники, соблюдать посты. То есть на работе приходят там чаепития, какие-то торты, какие-то там, не знаю, вкусности во время Великого поста, например, дают. Здесь можно сказать, а можно вот мне что-нибудь пустенькое там, вот то или то там, а вот это я не буду. Все сразу начинают спрашивать, а почему? Да я просто пащусь-то и все. Чего тут? Опять же, в этом нет ничего предосудительного. Ну, я пащусь, смотрите. Ну, нет, если сказать, я пащусь, не надо. Вот, знаете, с артистизмом, если это, тогда это будет, конечно... Посмотрите все. Да, показуха, когда, как только тут появится самореклама, это уже грех. А если это естественно, ну, опять же, вот посмотрите на... Какая грань, да, между тщеславием и исповеданием. Да, да, да. То есть бес очень легко может это все, даже, казалось бы, благие такие, добрые поступки, он может исковеркать и превратить в гордость и в тщеславие. Да, да. Вроде человек скажет, я пащусь, и ему скажут, да, пащусь. Какой молодец, да. Да, да, да. И тут вот пошла другая волна греховного, так сказать. Конечно же, поэтому мы и должны быть очень внимательны и внутренне не подпадать под смущение бесовское. Потому что если мы смущены чем-то, то это уже, значит, мы манипулируем бесом. То есть уже у нас что-то неправильное. А когда у нас Дух Святой, мы всегда спокойны, радостны, мирны, и у нас никакого смущения нет. Господь говорит, потеряя там свою душу, ради меня Евангелие. Вот недостаточно было просто сказать ради меня. Для чего Евангелие прибавляется? Ну, дело в том, что Господь пришел в этот мир, чтобы проповедовать. То есть Евангелие в переводе – это благая весть. И эту благую весть сам Господь принес сюда, и мало того, он еще пострадал и дал итог этой евангельской проповеди – тело и кровь свою в качестве причастия всем нам. И именно об этом в Евангелии сказано, что тот, кто не вкушает тело и крови моей жизни, не имеет. И там же в Евангелии сказано про крещение. Тот, кто не родится от воды Духа Святого, так же Царство Небесное даже не увидит. То есть не то, что не войдет в него. То есть мы это не можем отделить от Господа. Евангелие, оно непосредственно и гармонично связано с Господом, с его земной жизнью. И разделить это невозможно. Ну, кроме того, это, конечно, еще и расширяет возможности нашего спасения. То есть, если ради Господа – это как бы одна составляющая, а ради Евангелия – это еще и вторая дополняющая составляющая нашей жизни и расширяющая возможности добрых дел, доброделания для нашего спасения. То есть мы можем в этом найти себе еще массу каких-то благих направлений, которые нам помогут спастись. То есть даже ради одной исполнения заповеди Господне уже идет как дорожка в Царство Небесное. Господь сказал, что если человек одну душу отвратит от греха, он этим поступком покроет множество своих грехов и спасет свою душу. От гиенны огненной. Господь говорит, возьми крест свой и следуй за Мною. Как это следуй за Ним и куда? Ну, откуда это взято? Конечно же, мы видим крестный путь Господа на Голгоф. Он нес свой крест. Это было, так сказать, видимым образом. А невидимым образом он нес крест греховности всего человечества на себе. И настолько это было тяжело, что даже на кресте перед своей кончиной Господь воскликнул, Боже мой, по что ты меня оставил? То есть он даже ощутил оставленность отцом на какое-то мгновение перед своей кончиной. То есть настолько грехи человечества были тяжелы и лежали на его душе Господа. И это тоже крест. И здесь он говорит, что если вы ощущаете тяжесть грехов других людей, то вы также несете крест. Если вы терпите немощи других людей, то вы также несете крест. Как и Господь несет крест. И если вы следуете за Мною в смысле евангельской проповеди, в смысле благочестивой жизни, в смысле отстаивания истины в этом мире, как и Господь делал в этой земной жизни, то мы следуем за Господом и следуем туда, где Он сейчас, в Царство Небесное. И наоборот, если человек не делает этого, не старается быть похожим на Христа, то значит он не следует за Господом. И как он, в Царство Небесное какими-то другими путями придет? Но если Господь идет по этому пути, а я пойду по-другому, я что, умнее Господа, что ли? Что я свой знаю путь иннуди, через какую-то калиточку с заднего двора зайду в Царство Небесное? Это невозможно. Только тем путем, который ведет Господь, только этим путем мы и можем войти вслед за Ним в Царство Небесное. Именно об этом Он говорит. А вот эти слова Господни, которые сказали, что когда Господь на кресте был, там Илоил, Илоил, Ламасово Кфани, там Боже мой, Боже мой, ты что-то меня оставил. Это действительно Господь такие муки испытывал? Или это было сказано, как и часто Господь во время молитвы, когда обращался к Богу Отцу, Он для окружающих его людей эти слова произносил? Нет, я думаю, это было все взаимосвязано. И для людей, и по своим ощущениям, Он же, Господь Иисус Христос, Он же Богочеловек. То есть Он восприял на себя человеческое естество. И, конечно же, Ему были присущи человеческие тяготы, ощущения боли, ощущения внутренних душевных страданий от предательства, от козней сатанинских, от грехов человеческих. То есть это все было в совокупности. Поэтому, конечно же, и для людей Он это сказал, но для их спасения. Но это было и выражением его внутреннего ощущения. То есть он не обманывает, он не может сказать какую-то фразу, которая не имеет под собой оснований. То есть он тогда будет выдумщиком. Нет, это было действительно и так, и так в обоих случаях верно. Какой мы для себя можем урок извлечь из этих слов? Во-первых, ну как тяжело нести Господу наши грехи. То есть даже будучи Богом, Он ощутил вот эту оставленность и вот эту тягу грехов человеческих на себе, что даже воскликнул вот такие слова из Него вышли перед Его кончиной на кресте. Значит, ну как минимум хоть чем-то мы можем облегчить Его чажесть, то есть уменьшить свои грехи, таким образом выразить любовь к Богу, сострадание к Его тяготе, которую Он несет и сейчас несет за наши грехи. То есть нашим грехом мы постоянно вот такие мучения Господь доставляем? Да, да, мы и не только Ему, но и Пресвятой Богородице, потому что есть даже такая иконочка семистрельная, когда семь стрел или семь ножей вонзаются в сердце Пресвятой Богородицы, это все семь страстей человеческих. То есть она также страдает и плачет о наших грехах, о наших поступках Бога неугодных. И, конечно же, мы и ее очень уязвляем своим неправедным греховным поведением, но и, конечно, Господа непосредственно. То есть мы фактически, как Иуда, предаем Господа, когда согрешаем. То есть мы, как Иуда, разговаривал, жил и кушал, и, в общем-то, все совместно разделял с Господом, как и прочие апостолы, но он в то же время и вынашивал планы о греховных каких-то действиях против Бога, о предательстве, о том, что 30 сребреников продать Господа. То есть это одновременно в нем сожительствовало. Вместе с апостольским призванием у него были вот эти предательские и сребролюбивые мысли. И также и мы, мы верующие, казалось, мы любим Господа, мы стараемся Ему служить, но в то же время мы и согрешаем. То есть мы где-то очень тут так приближаемся к Иуде, потому что мы тоже, когда грешим, мы предаем Господу. Мы обещаем Ему не грешить, а все-таки согрешаем. Господь нам показал путь. То есть мы думаем, там наш должен быть путь легкий, в утехах такой. А здесь Господь показал и сказал, что следуй за мной. То есть все люди, которые спасаются, которые в Царство Небесное, они все проходят свою Голгофу. Ну, не только Голгофу. Мы видим, что Господь прошел несколько, так сказать, гор, несколько таких было отметок, которые Господь особым образом выделил в своей жизни. Это гора Искушений, где он, собственно, непосредственно с Сатаной беседовал и боролся с ним. Это гора Фавор, где он был преображение, показал апостолам. Он был как в Царстве Небесном, так что апостолы от ужаса и славы его попадали на Авзничь. Он был на горе Елеонской, где он прибыл в молитве до кровавого пота. Он был также и на горе Голгофе, где был распят. То есть мы вот эти все такие пункты движения Господа, мы также повторяем, но, конечно, не в той степени, не в таких масштабах, как Господь, но в то же время и у нас есть своя какая-то гора Искушений, где и нас кто-то искушает, и лукавые, и люди. У нас есть свой Фавор, где мы что-то достигаем, какие-то делаем добрые дела, что-то радуемся чему-то и показываем какие-то свои добрые качества и добрые поступки. Ну, также есть и Елеонская гора, на которой мы молимся, да, и с которой Господь, кстати, вознесся, да, она же гора Вознесения. То есть мы тоже в свое время вознесемся. У нас тоже такой пункт нашей программы будет, да, и Вознесение нашей души также при кончине будет. Ну, и гора Голгофа, на которой также каждый из нас, как христианин, следующий за Господом, также будет эта болезнь, это перед кончиной, перед смертью тоже какие-то тяготы, болезни там, или еще чего-то такого тяготы. То есть это все мы также испытаем. У каждого из нас эти пункты в той или иной степени будут в жизни. Да, ну, с Господом хотят быть все проставленными, да, а страждущими и страдающими из нас... Ну, как-то не хочется, да. Причем эту ошибку допустили еще апостолы, да. Мы помним, как Господь шел в Иерусалим на крестные муки и говорил об этом апостолам. Мы сейчас входим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и его, так сказать, замучают и убьют. А апостолы в этот же момент говорят, «Господи, а вот дай нам сесть справа и слева от Тебя, когда Ты в Царстве Своем вступишь в силу, да?» То есть вот слева, чтобы там Иоанн Богослов, а там справа Яков, брат его сидел. То есть мы видим, и апостолы также размышляли-то не о каких-то страданиях, скорбях, мучениях, думали, как устроить свою судьбу в Царстве Божьем. Причем это Царство они соотносили с этой земной жизнью. Настолько они были еще духовно не просвещены Духом Божиим, что они связывали всю жизнь свою и жизнь Христа Спасителя с этой земной жизнью. А апостол Петр, когда услышал, что Господь идет в Иерусалим и там его убьют, он вообще воскликнул. «Зачем туда ходить? Не надо, Господи, мало селений, пойдем в другое». Да, это как раз накануне этого разговора, когда Господь начал рассказывать об крестоношении каждого. Да, да, это как раз перед этим отрывком, который мы сегодня зачитывали. То есть апостолу Петру Господь так и сказал, «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о человеческом, а не о Божьем». Вот думать о человеческом нам очень присуще. Мы все время пытаемся свою, так сказать, судьбу, свои планы построить в этом земном мире, земной жизни. Ну, все, что видимо. Все, что да, вот пощупаю, поверю, вижу, чувствую, знаю. Вот в этом я, собственно, и нахожусь. А то, что я не чувствую, не щупаю, не знаю, то есть духовный мир, а его можно только через веру, так сказать, вместить, для человека закрыта тема. И там он ничего не планирует, ничего не хочет, ничего не знает. И говорит, а вообще это есть ли? Но сам Господь говорит, что это все есть. И он именно для этого пришел. И если мы это не учтем в своей жизни, то потом будем очень горько мучиться, страдать и жалеть о том, что мы все-таки не послушались, не поверили и не учли в своих планах то, что Господь нам советовал сделать. Да, но это, если невнимательно смотреть, если каждый человек внимательно будет рассматривать свою жизнь, он поймет, что очень много как бы случайностей, не случайных. Присутствие Божие в жизни каждого человека, оно очень ярко. И каждый человек, который желает увидеть это, который ищет этого, он это увидит, ему это откроется. И наоборот, тот человек, который отворачивается, как страус, голову в песок втыкает, нет, ничего нету, потому что этого быть не может. Конечно же, что бы пред ним ни происходило, даже воскрешение четвертнодневного лазаря, даже хождение по воде или исцеление бесноватых, сухоруких, расслабленных, да и умерших воскрешений, даже и это людей, не желающих видеть, закрывающих свои глаза, не переубедит. Поэтому все внутри нас находится. Если мы хотим действительно увидеть объективную реальность, если мы хотим увидеть Господа, то мы должны открыть свои глаза этой правде, какая бы она ни казалась нам страшная и переворачивающая наш привычный мир. Но это правда. И если мы от правды отворачиваемся, то мы рано или поздно все равно пред ней предстанем, но будет уже поздно. Да, и вот об этом как раз и Господь говорит в начале нашего отрывка, кто хочет идти за Мною. То есть это очень важные слова, кто хочет идти. Да, это основополагающее начало. Господь дал каждому из нас свободу выбора, и Он никогда и нигде эту свободу выбора у нас не отнимает. То есть Он не гонит нас всех силком, на голгов, на мучения, на какие-то там страдания. Если нет, Он говорит, кто хочет за Мной следовать и быть вместе со Мной, тогда готовьтесь и старайтесь, терпите, какие-то несите тяготы, таким образом спасаетесь. Но захотеть это уже зависит только от нас. Тут Господь не делает никакого насилия, а дает нам этот выбор, оставляет за нами этот выбор, и мы уже сами должны решить, хотим ли мы быть с Богом, хотим ли мы быть в Царстве Небесном, хотим ли мы спасаться или гибнуть, идти к бесам в ад и всю свою жизнь потратить впустую. У нас остается не очень много времени, но хотелось бы еще рассмотреть, да, когда Господь говорит, что Он придет во Второе пришествие, и такие слова говорят, «Истинно говоря, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Для чего такие слова? Это речь как раз идет о том, что апостолы были шокированы о том, что сейчас Господа убьют, что Он будет придан в руки грешников, и поэтому, чтобы укрепить их в вере и показать, что все-таки сила, божественная сила с Ним, и Он может в любой момент ей воспользоваться, для этого Он говорит, что некоторые увидят Царствие Небесное. И это произошло буквально через несколько дней на горе Фавор, когда превратился Господь перед Петром, Яковом и Иоанном. То есть некоторые – это они как раз. Это некоторые – они. Это, ну, так сказать, реалистично все это происходило, это было на самом деле. Но были и те, которые увидели Царство Небесное, не будучи на фаворе, так сказать, на горе Фавор, а будучи на фаворе в своем сердце, потому что Господа узрит блаженно чистым сердцем, ибо те Бога узрит. И увидеть Царство Небесное здесь еще, не вкусив смерти, может человек с чистым сердцем. Поэтому, если мы очищаем сердце, мы увидим Господа еще здесь, до смерти своей. Полтора минутки. Заключительное слово вам к передаче. Продолжается Великий пост. Помощи Божией вам в этом делании, очень богоугодном и нужном для нас всех. И, конечно же, приглашаю вас и в это воскресенье, если кто хочет пособороваться. У нас соборование будет после литургии. И всем желаю, чтобы этот пост прошел легко, благодатно и с большим, большим таким духовным перевесом, то есть, чтобы ваше тело вас не отвлекало от души. А соборование, коротко, какая подготовка? Для соборования никакой подготовки не требуется. Просто прийти, записаться, и там уже все, что нужно, сделают священники. То есть, это таинство, которое снимет с вас все забытые грехи, которые вы никогда не вспомните, а значит, они будут давлеть над вашей душой и здесь в этом мире, и после смерти. Лучше их снять с себя через таинство соборования. Да, благорец, отец Емени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok